Приветствую вас, Вовера! Замечали, что в войне внутри есть что-то странное? И главный вопрос, зачем Азерот позвала нас именно сюда, в Казалгар? И почему здесь находится магистраль, ведущая к мировой душе? Более того, по Казалгару ходят земельники, отличающиеся от своих собратьев, служители Фрей. Кто они такие? И какова их роль в этом месте? Спустившись в глубину Азерота и разобравшись во всем детально, пазл сложился и все встало на свои места. Так что сегодня я хочу провести вас по этому пути и к концу вы поймете, что происходит на Казалгаре на самом деле. Начнем после небольшой интеграции. Проблема с покупкой нового дополнения до сих пор актуальна, но есть отличная альтернатива. Проект WoW Syrus, уникальный сервер на базе клиента 335. Здесь вам доступно большинство новинок актуального Варкрафта. Burning Crusade контент, переписанный под 80 уровень. Хардкор режим с массой ограничений сложности для самых смелых. Кастомные мини-игры, система категорий, батл пас с сезонными наградами и многое другое. Переходи по ссылке в описании и врывайся в новый WoW. Во вступительной цепочке заданий земельников есть одна очень интересная деталь. Там через интерфейс Зари мы можем узнать все о земельниках, населяющих Казалгар. И там же мы можем спросить о служителях Фрей. На что интерфейс нам ответит, что они формально не внесены в библиотеку каменного свода. И действует блокировка на этот запрос. Обойдя блокировку, мы узнаем, что служители Фреи построили сеть акведуков на Казалгаре, когда здесь еще ничего не было. А позже их признали лишними и погрузили в стазис. И только недавно их пробудили вновь. Так кто же они такие? Вообще служительница Фрея это хранительница Эонар. А Эонар титан жизни. Значит они здесь что-то выращивали. Как это происходило и в низине Шелазары, в кратере Унгора, только к этому месту были представлены особые виды земельников, которых не было нигде до этого. На острове Дорн мы можем выполнить квест, текст которого гласит, что служители Фреи называют себя стражами леса. И они соблюдают древние обещания, данное Фрея заботиться об этих землях. Их указ древнее, чем любые другие указы. А сами они появились раньше, чем Дорнагал. И из-за того, что часть из них сократились, земли Казалгара стали впадать в упадок. И, как и всегда, необузданная сила жизни дала свое проявление. Именно поэтому мы видим здесь засилье гуманоидной расы грибов, которые стали отравлять землю. А еще здесь появились гигантавры жизни, подобные тем, которых мы видели на Дреноре. И чтобы отправиться дальше, давайте вспомним легенду об Элунахире. В изумрудном сне мы нашли книгу, в которой описываются события о борьбе титанов с древними богами. Эпилогом этого противостояния является момент, в котором Амантул, предводитель пантеона титанов, вырывает тело Ишараджа из земли и оставляет огромный кратер, который сейчас зовется водоворотом. Душа Азерот в тот момент сильно пострадала, поэтому Эонар решила ей помочь. Вместе с Элуной она стала выращивать гигантское древо, зовущееся Элун Ахиром. Но Амантулу это не понравилось, так как он считал жизнь хаотичной, силой, которую очень трудно контролировать, поэтому вырвал гигантское мировое древо из земли. Эонар плакала над этой утратой, пока не увидела корни, оставшиеся от древа. Она приказала Фрея оберегать их с помощью земельников, а слезы Эонар заполнили трещину, в которой некогда было древо, и возможно они и составляют море в тайносводье. И точно когда-то на этом месте было все затоплено, исходя из текста выполняемых здесь заданий. Также на это указывает и водная растительность. А место, называемое Артерией, это магистраль, ведущая к мировой душе. Сейчас она обрушена из-за вмешательства Наруба в самом начале сюжетной цепочки на Казалгаре. Но раньше, если посмотреть, она соединяла сердце планеты с внешним миром земельников, и они спускались вниз на лифте, чтобы его обслуживать. Не зря же это место вообще зовется Артерией. Значит оно ведет к сердцу планеты. И возможно представить, как вообще появилась эта Артерия. Если исходя из текстов заданий, мы можем понять, что служители Фреи самые древние обитатели на Казалгаре, и мы нигде не можем найти дыру от вырванного древа, то оно было посажено как раз на том месте, где сейчас находится Артерия, в Дарнагале. Спускаясь вглубь, примерно в те же места мы видим остатки корней древа, а если попробовать подлететь к ним повыше, то срабатывает анимация, подобная той, что была в Изумрудном сне. Нас откидывает обратно, и это значит, что здесь присутствует невероятная энергия жизни. И эту энергию, и тайн этого места охраняет пока совсем незнакомая нам раса хорониров, которые сторонятся незнакомцев и всеми силами стараются охранять свои секреты. У них есть собственные животные, например гигантские улитки, которые очень комфортно себя чувствуют и понимают речь гуманоидов. Если учесть тот факт, что CGI-модельки персонажей делаются не просто так, то Blizzard готовит большой сюжет, связанный с хоронирами и Арвейной, их предводительницей, которая как раз и была в синематике. Мы уже помогли Арвейне проникнуть вглубь Аскахета, чтобы понять масштаб бедствия, причиняемого нарубами. Ведь именно сюда стекала черная кровь древних богов, которую начали массово собирать нарубианцы для особых целей ксалатат. И именно сюда упал кристалл света. Также здесь было посажено гигантское мировое древо, чтобы наделить душу силой жизни. Каждая из сил мироздания цеплялась за свои цели и планы, и каждая стремилась оторвать от этого места свой лакомый кусок. Даже во вступительном синематике «Войны внутри» мы можем увидеть, как салатат тесно взаимодействует и оскверняет душу Азерот. Ровно так же, как и титаны, которые хотели подчинить душу себе, поэтому Амантул не позволял здесь выращивать огромное мировое древо, чтобы Азерот была полностью в его власти. И как мы узнали из цепочек заданий, связанных с титанами, душа планеты изначально не принадлежит ни одной из сил мироздания. Но титаны, спускающиеся к планетам, начинают формировать душу под себя, строя специальное устройство по всей планете, чтобы потом получить себе подобных. Так что впереди нас ждет очень интересная развязка всех этих сюжетов. Мы должны узнать предназначение Харониров и отстоять Азерот у титанов. А сейчас стало понятно, откуда здесь образовалась артерия и почему здесь так много запрещенных служителей Фрей. И конечно же мы вновь получили подтверждение тому, что на этом месте в Казалгаре душа Азерот находится ближе всего к нам. То есть в этом дополнении мы должны максимально помочь душе планеты окрепнуть, чтобы в Миднайт быть готовыми к финальному противостоянию с Бездной. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение, ставьте лайк и пишите свои комменты о том, что вы думаете об этом. Присоединяйтесь к стримам на Твиче и заглядывайте в наш телеграм-канал, там выходит много новостей по World of Warcraft. Все ссылки в описании. И новое видео уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok